2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Итак, друзья, шаббат шалом! Еще раз, да, сегодня мы вечером, у нас начинается праздник Шавуот, и наше собрание, оно как раз приурочено этому знаменательному событию, очень важному событию в жизни Божьего народа. И говоря о Шавуоте, смело можно сказать, что это праздник радости и веселья. Вы согласны с этим? Амэн, да. В Торе дается очень четкое и ясное указание по этому поводу. Я вам прочитаю, это книга Дворим, Второзаконие, 16 глава, 10-12 стих. «Тогда совершайте праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословил тебя Господь Бог твой. И веселись перед Господом Богом твоим. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, которая изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановление сии». Друзья, и мы с вами в радости и веселье прославили нашего Господа. И я предложаю продолжить это веселье и радость на пире Божьего Слова сейчас. Поэтому вперед, как говорится. Давайте вспомним немножко, все же, что же мы с вами знаем о Шавуоте. Традиция говорит нам, что именно на этот праздник Бог даровал своему народу Тору. Знаете, есть еще очень интересный мидраж о том, что прежде чем дать еврейскому народу Тору, Бог предложил эту Тору всем другим народам. И причем предложил эту Тору на их языке. Но они почему-то отказались, и поэтому Бог все-таки дал Тору еврейскому народу. Это такая интересная традиция, да. Помимо этого, есть традиция говорить нам о том, что именно на Шавуот родился и умер царь Давид. Но это традиция, друзья. Когда мы с вами читаем Священное Писание, то можем увидеть, что согласно Торе, этот праздник, он связан со сбором урожая. И если мы с вами будем внимательны при чтении, то мы можем увидеть также, что три обязательных праздника, в которые народ должен был совершать паломничество в Иерусалим, Иерусалим, это у нас в Песах, Шавуот и Сукот, они также связаны именно со сбором урожая, когда народ приходил, собирал плоды своего труда и приходил с этим урожаем пред Божье лицо. Мы с вами знаем, что в Песах он совпадает со сбором ячменя. Мы знаем, что поздней весной созревала пшеница и ее жали именно на Шавуот. А осенью на Сукот приносили последние вот все уже плоды, которые произрастила земля. И Писание показывает, что праздник Шавуот, мы можем из этого увидеть, что он являлся одним из ключевых праздников вообще в религиозной жизни израильского народа. К сожалению, после разрушения храма этот праздник, он все-таки начал переходить в такое более второстепенное значение, хотя все же продолжал учить быть благодарными Богу за все, что он делает для своего народа. Говоря о Шавуоте, следует также сказать, что его называют праздником или днем первых плодов. Йом Хабикурим. И я прочитаю вам Левит 23 глава 9-11 стих. И сказал Господь Моше, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то переносите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. И с 15 стиха еще потом говорится, отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп, потрясание, семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда приносите новое хлебное приношение Господу. И этот текст показывает нам, что есть, говоря о Шавуоте, показывает, что есть неразрывная связь Песоха и Шавуота. Потому что мы видим, что первый сноп, он возносился пред Богом именно во время Песоха. И отчет Амера начинался от Песоха, опять-таки, до Шавуота. И если мы говорим с вами о приношении первых плодов, то мы можем увидеть, что народ мог их принести, эти плоды, при определенных условиях. Этими условиями было три условия. Во-первых, необходимо было совершить Песох. Это первое. Это понятно. Надо было выйти из Египта и потом совершить Песох. Каждый год его совершать. Далее. Во-вторых, нужно было быть и оставаться в заветных отношениях с Богом. И третье условие. Что каждому необходимо было войти в свой удел в обетованной земле. Но не просто войти в свое дело, а еще и потрудиться в своем уделе, чтобы был урожай, чтобы было что принести пред Божье лицо. И эти условия и последовательность, они показаны нам в истории Израиля на страницах Танаха. Мы читаем об этом. Я думаю, что нам с вами, верующим Брит Хадаша, верующим Нового Завета, эта часть еврейского народа, эта последовательность праздников, она близка и понятна. Я думаю, что так и должно быть, чтобы мы понимали, почему так происходит. В этой последовательности мы увидим определенный порядок, который через прообраз заложил сам Всевышний, чтобы через определенный им период истории явить реализацию своего божественного плана в Ишуа Мессии, в Иисусе Христе. Это прообраз, который показывает нам будущие события, которые Бог хотел совершить. И для большинства людей в этом зале Ишуа стал Пасхой. Амин. Его жертва на кресте Голгофе стала совершенной жертвой Пасхального Агнца. Этот Агнец был загван за наши грехи и за грехи всего мира. Его жертва даровала нам свободу и вывела нас из рабства греха. И именно Ишуа он стал первым плодом, который воскрес из мертвых. Вы знаете, у Равшауля есть очень интересный комментарий Торы по этому поводу. Я думаю, что это он комментировал Тору в 1 Коринфянам 15 главе 20-23 стих. Я прочитаю вам перевод Давида Стерна. Очень интересный перевод, на мой взгляд. Истина же в том, что Мессия действительно воскрес из мертвых, словно первый плод из умерших. Ибо поскольку смерть пришла посредством человека, так же и воскресение мертвых пришло посредством человека. Так же, как благодаря Адаму все умирают, благодаря Мессии все живут. Но каждый в своем порядке. Первый плод – Мессия. Затем те, кто принадлежат Мессии во время Его прихода. И, друзья, для нас это наша надежда. Для нас это наша вера. Мы верим и ожидаем, что настанет время, когда мы с вами воскреснем из мертвых. Как Ишуа Машея. Как Машея. Он первый. Мы за ним это сделаем. Это наша вера, друзья. Аллилуйя. Друзья, когда мы с вами говорим о Шавуоте времен Танаха, то в нашем представлении, в принципе, само это мероприятие может, или подготовка к этому мероприятию может казаться так. Что все, в принципе, очень просто, понятно. Ну, взяли там не так часто, три раза в год всего лишь надо прийти в Иерусалим. Весело, жизнерадостно, так, с семьей и пошли в Иерусалим. Но я думаю, что для людей, которые жили в тот период, это было не совсем так просто. И для них это было, нужно было совершить определенный труд для этого, чтобы прийти в Иерусалим. Тогда не было поездов, не было автобусов. Сел, за два часа не приедешь. Я думаю, что, наверное, надо было совершить несколько дневный путь с отдаленных уголков Эр-Цизраэль. И причем, помимо того, что надо было совершить этот путь, нужно было еще очень хорошо потрудиться в течение года. Потому что в Иерусалим надо было прийти с чем-то, из-за что-то, надо было в течение года собирать денежки и собирать, чтобы было с чем прийти на это мероприятие. Я хочу сказать, друзья, что потрудиться нужно было в двух направлениях. Первое направление, это нужно было очень хорошо поработать в своем уделе, который Бог тебе определил. А второе направление, которое, я думаю, было прежде всего, нужно было еще хорошо поработать в своей духовной жизни. Потому что нужно было исполнять все предписания Бога, потому что именно в исполнении предписаний Бога был успех. Все не зависело не только от того, как мы трудимся, насколько мы усердны. Но Бог говорил, что исполнение моих постановлений будет успехом в вашей жизни. И в Таразаконе, 11 глава, 13-15 стих, оно говорит по этому поводу очень ясно и понятно. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего, служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дочь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твое, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. И если мы посмотрим на эти слова, то увидим, что результатом хождения в заветных отношениях перед Богом в земле Эрец Израэль будет дождь. Дождь, который даст все необходимое. Дождь, который даст урожай, и человек, взяв этот урожай, он сможет принести свои бекурим пред Божье лицо и веселиться пред Богом, когда он это делает, когда он приносит эти бекурим и видит плоды своего труда, видит, что Бог благословляет его. И тогда веселится пред Господом. И Бог на страницах Танаха, он предлагает благословение своему народу. Благословение от исполнения его заповедей, от исполнения условий завета, благословение от исполнения праздников тех, которые он установил. И что мы можем сказать? Он хочет, он это делает, потому что он хочет благословить свой народ. Он хочет, чтобы народ имел радость, он хочет, чтобы народ имел благословение, он хочет, чтобы народ имел веселье. И истинное веселье, друзья, я вам скажу, может быть тогда, когда мы видим плод нашего труда пред Богом, когда мы видим, что Бог благословляет нас, а плод выражает как раз то, что Бог благословляет нас. И мы с вами читали, вот вначале я читал текст 16 глава 10 стих, я еще раз повторю, тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословляет тебя Господь. Смотря по тому, ты видишь, чем Он тебя благословляет, и потом, и веселись пред Господом Богом твоим. И хочу сказать вот такую небольшую, привести вам иллюстрацию из жизни, обычной жизни. У меня отец был художником, и он, когда работал над очередной работой, иногда это могло быть там несколько дней, иногда это могло быть несколько недель. А иногда это могло быть несколько месяцев. И вы знаете, всегда, когда Он заканчивал очередную свою работу, Он ставил ее посередине комнаты, и у Него была одна любимая фраза. Люблю сделать красоту, а потом любоваться. И вы знаете, Он так и делал, Он любовался тем, что Он делает. Художество, это было Его труд. Картина, это был плод Его труда. И Он имел удовольствие, Он имел радость, видя то, на чем Он так долго трудился, видя плод того, что Он делает. Друзья, мы радуемся и веселимся тогда, когда мы видим, что Господь благословляет нас, и мы видим плоды нашего труда. Господь это прекрасно знает, от Него нет ничего сокрытого. И Он также понимает, что чтобы нам иметь радость, чтобы нам иметь веселье перед Его лицом, нам надо трудиться. Это наша часть, есть наша часть. Наша часть делает труд. Наша часть делает то, что мы должны делать. Но Он, зная это все, Он хочет, чтобы наш труд принес плод. И Он дает дождь с небес. Есть часть наша, но есть часть его. И я думаю, что те из вас, кто были в Эрец Израиль, и кто изучал, может быть, не был, но изучал историю Израиля, очень хорошо понимает, что такое дождь для этой земли. Там нет чернозема в метр глубиной. Дождь для Израиля очень важен. И Бог хочет помочь Своему народу, поэтому Он дает дождь, когда Его народ послушен Ему. И многие из нас, я думаю, знают, что дождь это прообраз Духа Святого. Друзья, наш Господь Ишуаха Машеях, Он пришел на эту землю, стал нашей Пасхой. Он стал первым плодом, воскресшим из мертвых. И в конце Своего земного служения, когда Ишуа уходил, Он дал определенное повеление Своим ученикам. Он, я думаю, мы знаем все это, великое поручение Его называют. Это поручение проповедовать Евангелие. И вот в Евангелии от Луки, 24 главе 49 стихе, мы читаем интересные такие слова. Ишуа говорит, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше. И Сергей Михайлович сегодня на комментарии касался этого вопроса о силе, силе свыше. Бог, Он дает верующим определенную силу, чтобы мы могли совершить путь, чтобы мы могли исполнить Его заповеди, чтобы мы могли исполнить это великое поручение. Он дает, Он источник этой силы. И именно на шавод Бог исполнил обетование и излил дождь Духа Святого на учеников. Это был, друзья, знаменательный момент в жизни не только учеников. Я думаю, что это был знаменательный момент в жизни всей земли. И была рождена Божья община. Причем не просто община, а община в силе Духа Святого. Друзья, вспоминая Танах, мы видим, что Бог во дни Песоха вывел народ из Египта и даровал им физическую свободу. Как говорит традиция, на праздник Шавод Бог даровал Тору, и тем самым Он показал народу путь духовной свободы. Это было время рождения Божьего народа Израиля. Это было время рождения того народа, который должен был исполнить Божий замысел, который должен был исполнить Божий план. Около двух тысяч лет назад Ешуам Хамашех стал нашей Пасхой и даровал нам духовную свободу. На Шавод сам Бог, Дух Святой, сошел на свою общину и дал ей духовную силу, друзья, чтобы эта община в силе Божьей исполняла Божественный план и исполнила этот план. Давайте мы прочитаем об этих событиях, которые были на Шавод. В книге Деяния во второй главе с первого по четвертый стих мы читаем следующее. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Из четырнадцатого стиха. «Петр, живстав с одиннадцатью, возвысил голос и возгласил». И мы видим, что Петр потом, я не буду читать весь текст, он достаточно длинный, Петр начинает цитировать пророка Иоиля, и говорит с семнадцатого стиха, «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и после этого, вразумляемы будут». И что происходит после этого? После этого он начинает проповедовать Евангелие, и три тысячи человек обращаются к Господу. Три тысячи проповедь, три тысячи человек обращаются к Богу. Друзья, так была рождена Божья община. И эти три тысячи человек – это были первые плоды церкви, пребывающие в силе Духа Святого. Друзья, Дух Святой сошел на учеников, чтобы Божья община, и лично каждый ее член, он проповедовал Евангелие в силе Духа Святого, жил в силе Духа Святого, ходил в силе Духа Святого. Это Божья цель и Божий замысел для нас. И в книге «Деяния» в первой главе 8 стихе мы читали, что Ишуа перед этим говорил, «Но вы примите силу, силу, друзья, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже для края земли». И для общины плод ее свидетельства, плод ее труда – это спасенные люди, друзья. Люди, которые стали частью Божьего народа, люди, которые приняли для себя решение и дали Богу обещание доброй совести, в севодном погружении, люди, которые вошли в свой удел, которые стали частью поместной общины. Ведь как во времена вхожения в оветованную землю, мы видим, что каждое колено сынов Израилевых должно было войти в свой удел, так и сейчас каждый человек, он должен войти в свою общину. Как в те времена каждый род, он должен был потрудиться именно на своей земле, так и сейчас каждый из нас, он должен потрудиться в своем призвании, которым Бог дал ему через дары, через своего духа. Друзья, это важная очень часть для нас, чтобы мы на своем месте, в теле Мессии трудились, созидая это тело, созидая общину, для того, чтобы общин, через общину Царство Божие, оно утверждалось на этой земле. И мы, друзья, когда мы это делаем, мы, соединенные вместе, мы сможем будем приносить плод пред Божье лицо, мы сможем приносить плоды нашего труда и веселиться, быть в радости пред Господом. И, друзья, с момента Шавуота хочу сказать вам, что вот в прошлом году у нас Твилу, я вспомнил, честно сказать, не нашел записи свои, но так вспомнил, на вскидку, я помню точно, что после Шавуота, потому что это было ближе к осени, у нас в Твилу прошло 3 человека. Мария Васильевна, Бина Анатольевна, сестра Анна. Друзья, я не говорю, сколько людей принимало Ишуа Господом и Спасителем на собрании, сколько людей, ты смотришь на чашечки чая постоянно, покаялись люди, покаялись, приняли Господом. Это, друзья, это наши плоды, это наши плоды. И сегодня на Шавуот мы можем принести эти плоды пред Господом и сказать, Боже, спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам плоды, Господь, за то, что мы можем видеть плоды нашего труда. И наши сердца, друзья, они наполняются радостью и весельем от того, что мы видим, что Бог нас благословляет, от того, что мы видим, что Бог действует среди нас. И мы сегодня веселимся и радуемся. Не просто потому, что Шавуот, но потому, что мы видим, что через Шавуот, на Шавуот, Бог дал нам Духа Святого. И мы в силе Духа Святого исполняем то, к чему мы определены. И мы видим плод того, что мы с вами делаем. Но, друзья, есть еще обратная немножко сторона. Есть то, что, к сожалению, не всегда мы можем видеть в наших общинах, в наших собраниях людей, которые радуются, которые веселятся. Мы можем видеть людей, которые совсем наоборот, угрюмы какие-то, подавленные. У меня есть совет. Вот, если вы не чувствуете радости, и когда приходите в общину, вас не наполняет веселье, у меня есть для вас один очень хороший совет. Если ты хочешь иметь эту радость, войди в труд своей общины. Войди в труд своей общины. Трудись в том уделе, в который тебя поместил Господь. Найди себе служение. Где ты можешь быть полезен? Все очень просто. Найди, где ты можешь быть полезен, и делай. Друзья, я верю, что когда мы это делаем, Дух Святой, Бог изливает дождь Духа Святого, и мы наполняемся радостью. Если мы приняли Ишуа Господом и Спасителем, Дух Святой живет в наших сердцах. Так говорит Писание, что Бог Духом Святым находится в наших сердцах. Но я также вижу через Писание, что Бог посылает дождь. Когда мы трудимся, когда мы делаем то, к чему Он нас определяет, когда мы входим в свой удел, Бог изливает дождь Духа Святого. И это совет для тебя. Начни это делать, и ты будешь веселиться, ты будешь радоваться. Попробуй. Я не обманываю, правду говорю, не лгу. Поделюсь с вами своими переживаниями еще, друзья. Как вы знаете, два года назад у нас в общине начался клуб благовестников. Мы начали, да? И был период, когда работа клуба у нас, скажу, не совсем клеилась. И скажу честно говоря, я очень сильно от этого огорчался. Ну, прям очень сильно огорчался. И было время даже, когда я захотел уже остановить это служение. Но вы знаете, друзья, когда я посмотрел на людей, которых мы достигли Евангелия, когда я посмотрел, что сколько людей ходят на этот клуб, сколько людей прошли твилу, многие из них уже довольно в преклонном возрасте. Но они приняли решение. И исповедуют Ешуа Господом. Они прошли твилу. Я говорю, нет, Боже, я не оставлю это. Я не оставлю, потому что, когда я смотрю на эти плоды, мое сердце наполняется радостью. И я буду трудиться еще больше. Буду стараться еще больше. Я думаю, что все мы, соединенные вместе, когда видим то, что Бог благословляет нас, это движет нас, чтобы сделать еще больше. Чтобы принести Богу больше плода, лучше плода. Чтобы потрудиться усерднее. Друзья, я скажу вам, что если ты хочешь иметь радость и веселиться, пред Богом, тебе надо иметь счастье в плодах общины. А это значит, что надо будет найти себя в служении. Но также скажу, что каждому человеку нужно будет потрудиться на своей личной земле. Есть удел общины, но есть своя личная земля. Это личные отношения с Богом. Это личный плод жизни. И сегодня говорилось об этом. Мой личный плод в моей духовной жизни. Плоды моего духа. И Ешуа, если мы смотрим на Евангелие, то мы можем с вами видеть, что Ешуа, он очень часто и очень много говорил о плодах. Я хочу вам прочитать Евангелие от Иоанна, 15 глава, 1-2 стих. И Ешуа говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Я думаю, что для всех любящих Господа это очень серьезное заявление. Да, друзья? Нам надо понимать, что пребывая на лосе, это значит иметь близкие отношения с Ешуахом и Шехом. Это значит, что мы с вами каждый день должны переживать встречи с Ним. Это значит, что мы должны иметь с Ним одну природу, вот эту вот связь, потому что мы на Нем. Друзья, это значит, что каждый день, взирая на Него, мы должны преображаться в образ Ешуа Мессии. И жить уже не для своего блага, но для блага других людей. Я думаю, что студенты МЖБА запомнили, как надо духовно формироваться и понимают, что преображаться в образ Иисуса Христа и жить для блага других людей. Я хочу пригласить музыкантов. Можно вас, пожалуйста, попросить выйти на сцену? Друзья, если мы с вами называемся славным именем Ешуа Мессии, то не можем себе позволить, чтобы плод нашего Духа не умножался из года в год. Мы не можем себе этого позволить. Это наша часть. Бог свою часть исполнил. Ешуа Хамашиах он пришел на эту землю, чтобы умереть за наши грехи. Он стал жертвой за твой и мой грех. Наша вода, он излил своего Святого Духа на учеников, начал особенную эру действия Духа Святого на этой земле. Теперь сам Дух Святой, Он живет в наших с вами сердцах. Остается наша часть. Наша часть работает над собой и трудится в том уделе, в который нас вел Господь. Трудится в своей общине. И тогда, приходя пред Божье лицо, с нашими личными бекурим, с нашими личными плодами, и собираясь вместе с плодами всей общины, Бог будет наполнять нас радостью и весельем. Он будет наполнять нас радостью от своего Святого Духа, и мы будем веселиться перед Его лицом. Когда мы живем, и наш плод внутри нас возрастает, радость наша увеличивается, потому что радость – это есть плодом Духа. И мы не живем в унынии, но живем в радости, потому что этот плод наш увеличивается. Он возрастает. И мы приходим к Богу в радости. Когда мы собираемся вместе в общине, и я знаю, что у меня есть часть в моем уделе, и я вижу плоды нашей совместной деятельности, наша радость совместная увеличивается. Мы радуемся, и тогда люди, приходящие сюда, они видят эту радость, они говорят, я хочу быть таким же, я хочу иметь часть в этом, потому что это не мирская радость, не радость от того, что я что-то заработал, что-то купил, но необычная радость Божьего присутствия, радость Духа Святого, наполняющая место собрания Божьего народа. Друзья, и мы сможем это делать не три раза в год, как раньше, приходить в храм, там, где было выраженное Божье присутствие. Каждый день, каждый день в личных молитвах приходить к Богу со своими плодами, каждый день, собираясь на шаббате, переживать это особенное действие Святого Духа в среде своего народа. Друзья, я хочу, заканчивая, чтобы вы запомнили, если ты хочешь жить в радости и иметь особенное время в веселье пред Богом, тебе необходимо трудиться на своей земле, то есть в своем сердце и войти в свое дело, начать служить в своей общине, чтобы приносить плоды пред Божье лицо. Друзья, есть три условия. Есть три условия. Во-первых, надо совершить пасеку. Принять Ишуа Господом и Спасителем. И я хочу сказать, что если вы этого не делали, у вас есть возможность сегодня на чашечке чая или подойти после собрания к служителям, пообщаться. Вам расскажут о том, что Бог сел. Вы услышите Евангелие, приносящее жизнь. И вы сможете сделать этот первый шаг. Во-вторых, нужно оставаться в завете с Богом. Что это? Оставаться, это значит сказать, я принял тебя Ишуа Господом и Спасителем, но я хочу сказать тебе да и следовать за тобою до конца, принять решение и дать Богу обещание доброй совести. Вы можете сделать это в водном погружении, друзья. В-третьих, нужно войти в свой удел, начать истинно служить, действительно служить, не просто приходить, а начать служить в своей общине. Все это можно сделать уже сегодня. У вас будет возможность, еще раз повторю, на чашечке чая или подойти к служителям, или принять решение в своем сердце и подойти к какому-то лидеру служения, сказать, я ни в каком служении, но я хочу, я хочу, подскажите мне, я хочу войти в удел, я хочу приносить плод вместе с вами, я хочу, я жажду радоваться и веселиться пред его лицом. Друзья, сегодня у нас причастие, и это очень хорошо. Это хорошо еще, что сегодня мы входим в Шавуот, и вы знаете, часто праздник Шавуот называют заключительным праздником Песоха. И как мы сочетаем с вами в Торе, это говорится на Шавуот для своего народа, помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, и исполняй постановление сии. Ишуа, хамашиах, вывел нас из рабства греха. И сегодня мы в Евхаристии, в причастии вспоминаем его жертву. Мы вспоминаем жертву паскального агнца, загланного за наши грехи и за грехи всего мира. И он дал, это он дал нам повеление это делать. В Евангелии от Луки написано, они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и двенадцать апостолов снил. И сказал им, очень желал есть я с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть пока она не совершится в царстве Божьем. И взяв чашу и благодарив сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет царство Божье. И взяв хлеб и благодарив преломил и подал им говоря, сия из тела, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерия говорят, сия из новый завет в моей крови. Друзья, я призываю всех вас, кто уверовал в Ешоа, принял его в свое сердце Господом и Спасителем, кто принял для себя твердое решение и дал Богу обещание доброй совести, прошел водное покружение в сознательном возрасте, кто не стоит на дисциплинарном взыскании в общине или в церкви, в которую вы посещаете, я приглашаю всех вас участвовать в этом. Я попрошу, пожалуйста, братьев раздать причастие и мы будем вспоминать, мы будем вспоминать, друзья, о том, что Машех сделал для нас, о том, что он стал нашей Пасхой, спасибо, а то, что он стал Агнцем, закланным за наши грехи, друзья. 2018 год это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Израэль. Продолжение следует...